я никогда этого не говорю я говорю, выбирайте лучше считайте, что лучше для человека когда он примет крещение сознательно или когда его в маленьком младенце может во что угодно крестить в синагогу? пожалуйста в ислам? конечно буддистов? да христианин? пожалуйста католик? протестант? православный? кого угодно вот в чем дело а лучшее? а можно ли? да можно и младенца крестить если вы считаете, что вы сможете не восприемники, которые часто и отчинаш не знают подумайте только какой человек, находящийся в здравом уме может, глядя на этого младенца, сказать я обещаюсь за него что он отрекается и отречется своей жизнью от сатаны и будет жить только по Богу ну-ка покажите мне такого смелого человека а как же таинство, которое помогает спасаться? я еще уже вам сказал таинство, может быть человек причастился на земле, а на небе остался не причастен я же говорю, не я святые отцы же говорят что нельзя на таинство своей, как на магию баптисты говорят, так, а ветеране, я сам присутствовал крестят младенцев я говорю, что ж вы делаете? ветеран, я говорю, вы что же? говорите, спасаются только веры, а сами крестите ну, у нас традиция такая, и все так что что вы? разные протестанты если бы Иисус Христос хотел, чтобы все для всех доходило он бы послал ангелов он бы послал Христоса и дал уже Святого Духа говорить на языках так вот я в 20 лет в церковь хожу слуха не понимаю нет, нет, по одному вопросу сразу, а то все карипоты приходят дети там, в 14-15 лет они поворачиваются, ходят, говорят ну, посмотрели, но все равно ничего не понимают да, я понимаю вас понимаю, да я понимаю, вопрос языка вопрос языка в церкви я вам скажу так если вы сравните сравните, например, язык в каком-нибудь там 14-13 веке русский, современном даже, церковнославянском вы ахнете вы знаете, филологи вот, славянского языка если вам покажут тексты мы прочитать даже не сможем всю историю и, что вы, шла адаптация текста адаптация, упрощение у меня вот два молитвника есть так, один 19-го века другой же самого конца или начала 20-го века и там, знаете, вот молитва одна утренняя есть утренняя молитва начинается в старом в старом редакции напрасно судья приедет думаешь, что ж такое судья? это, то есть, Христос смотрю новый перевод внезапно судья приедет вот, оказывается, что или, например на славянском языке читается если кто недостойно причащается апостол Павел пишет так те спят довольны я не выдержал побежал в алтарь владыка до каких же пор это у нас будет спят довольны так ну, теперь читают умирают умирают так что, видите дело вот в чем что, к сожалению вот не очень не идет процесс адаптации не перевода а адаптации то есть то есть упрощение текста который был бы понятен всем и каждому всем и каждому вот что это должно быть я с вами вполне согласен но насчет что перевести на русский язык на современный я всегда привожу одну и ту же аналогию вы знаете славянский язык это красота это, скажем так образом стиль барокко современный русский язык это стиль барака у меня такой вопрос есть такой отрасль Вячеслав про него книжки сейчас пишут и очень много подвижников к нему едут на могилу очень много священников в том числе сапона младшишек приезжает к нему и в связи с этим хотелось вопрос как относиться к такой книге именно к Дотрику и Вячеславу как то чем он прославился кто-то его называет Дотриком потому что он явил чудеса на миру и очень многих людей привел к вере и именно то что удивило почему вопрос именно то почему очень многие батюшки внутри церкви раскололись во мнениях есть батюшки которые поддерживают его есть батюшки которые нет не поддерживают в связи с этим вопросом получается когда мы приходим к храм каким батюшкам нужно было верить начали с Вячеслава окончили батюшками да да я вам скажу что это вопрос вопрос который касается довольно многих фактов церковной жизни многих когда мы не знаем как быть вот не знаю вот чудо или не чудо произошло там как быть ни хули не понимали конечно чудо жаждем чудес не знаю как ринемся только скажите что там где-то что-то потекло что-то такое или сияние или вдруг Богородицы пол ходит по куполу мы все ринемся туда ведь мы же кто хлеба и зрелищ это понятно мы жаждем этих чудес я хочу передать вам совет то есть не совет а если хотите указание святых отцов по поводу всех вот подобного рода событий всех чудес так называемых и на самом деле чудес святых и так называемых святых самое лучшее я вам скажу последовать и к совету какому не хули и не принимай давайте запомним эту эту замечательную мысль пока не знаем пока мнение расходится пока идут какие-то споры и дискуссии я сам не имею оснований для вывода надо поступить вот так не хули почему а вдруг это от Бога и не принимай не дай Бог это от дьявола и так не хули и не принимай хочется батюшкам поспорить ну пусть поспорят между собой а мы не будем вязать я считаю вопрос может ли умершего неверующего человека духовно измениться по молитвам Господь ой как мы как вот я и начал лекцию с этого потому что это общая наша болезнь неверующий а я верующий да с верующего тысячу раз больше спросится чем с неверующего это мы можем понять или нет нам дано знание а мы живем точно так как неверующий с кого больше спросится неужели мы этого не знаем раб который знал волю господина и не исполнен в евангелии читаем биен будет много а который не знал и не исполнил биен будет меньше так что видите с некрещеного вот какова ситуация у нас все некрещен как это так он может или нет ай-яй-яй опять мы все вот главное совершить сделать не себя изменить а сделать внешне будем осторожны молиться я вам сказал уже за всех должны молиться церковь с самого начала своего бытия слышите молилась об усопших каких всех единственное что предупреждают и это верно есть каноническая норма не подавать на проскомидию то есть когда вынимаются частицы из просфоры поскольку просфора символизирует эта частица вот это внешнее церковное крещение слышите мы даже не знаем как он крещен действительно дух святой его крестил или нет мы не знаем но я знаю что он крестил церковь говорит ну правило такое принял крещение можно частицу вынимать не принял крещение нельзя но это каноническая вещь а молиться за всех если церковь говорит можно молиться за всех следовательно может меняться состояние души человека там иначе церковь бы не молилась за умерших если бы она не менялась а зачем нам молиться давайте отменяйте все мы верим что наши молитвы молитвы могут изменить состояние души посмертной но только об одном хочу сказать что нельзя молитву подменять записочками подали записочку написали кого молитесь за них а не записочку батюшке дать а то мы ловко отделываемся записки во все стороны а сами тра-ля-ля как ловко что делаем прям как язычники как язычники знаете есть в буддизме например на ветряную мельницу на эти лопасти сами так записочки записочки ветер дует это крутится записочки значит ветром читаются и идет поминовение за самоубийство можно молиться отвечаю отвечаю сначала вопрос маленький мать о каком ребенке больше заботится и страдает о больном или о здоровом о больном вот как ой так самоубийство это страшная же болезнь страшная болезнь значит о нем надо еще больше молиться чем о ком-либо другом что вы мы совсем забыли что христианство религия любви Алексей Ильич а если это вот ребенок вот на северного этажа выбросился ребенок мой мужчина вот он крещеный вот можно о нем подавать записку я вам сказал уже что по-нарисски нельзя только на проскомедию ну значит нельзя на проскомедию нельзя только на проскомедию а так дьякон дьякона или скажите чтобы дьякон больше этой к тени не произносил о властях и воинстве и я вот так или или я еще тогда вопрос зачитаю вот мы коснулись же направления христианства и вот вопрос о староверах как бы расскажите о староверах почему у них нет таких проблем как у нас и сохраняются очень строгие подходы к ним ничего подобного ой слушайте ну такие вопросы можно ли сейчас вопросы только нужд такие да нет да нет чтобы я мог сказать и все что это лекции читать ждали насчет что нет проблем вы ошибаетесь еще больше и проблемы есть и достаточно проблем да другого ну свои проблемы вот так вот видите я и говорю это самый страшный грех который сидит у нас в душе я хороший только не троньте меня а то сразу узнаете какой я хороший я вам покажу где раки зимуют бог сказал что вы с меня ничего не можете делать ничего один раз он сказал ничего а не дважды так хорошо спасибо спасибо да спасибо вы знаете вот такая интерпретация она конечно может нас привести к абсурдам потому что тогда я убиваю что правильно совершаю другие преступления все без меня ничего сам бог соучастик значит в моих грехах нельзя же так понимать конечно речь идет о чем о том о чем сказали очень хорошо святые отцы кстати как бы хорошо это всем бы нам помнить и вот ответ вот этой вот бабушки то же самое именно Макарий Великий который жил в четвертом столетии которого современники называли земным богом за его необычайную святость ну были такие редчайшие люди так и вот мы его молитву утром читаем а молитва такая ой какая интересная молитва я вам скажу что вы вы только послушайте это этого земного бога боже очисти меня грешного меня грешного яко николише то есть никогда же сотворив благое пред тобою это он никогда же а я то сколько угодно ну и грешный же он наверное да так вот речь то идет я думаю что прежде всего это надо сказать что ничего доброго без помощи Божией мы действительно не можем сделать и то что действительно мы кажется делаем даже доброе вот пока Господь присутствует кажется доброе через минуту отошел я уже доволен и я уже уже нос кверху я сотворил добро и все мое добро в грязную канаву вот какое дело ничего доброго не можете сделать без меня вот так это я вам говорю одно из таких наиболее ну таких пониманий этих слов Христа ну одно из них я говорю если что я говорю от себя не верьте сразу вам говорю а вот когда я привожу святых отцов которые говорят тогда задумайтесь вот тогда да я это я говорю серьезно хотя и звучит может быть как как некий комикс да 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 и в этой книжке которую надеюсь вам раздали да это посмертную жизнь Осипова вам раздали ну из времени вечность правда называется так там посмотрите там около десятка святых отцов которые это говорят слышите что оказывается в конечном счете да все-таки Бог будет всяческое во всем слышите сколько в чем каких только святых отцов посмотрите славнейшие но предупреждают предупреждают как никто не знает какие страдания придется перенести там поэтому некоторые думают так а ничего ура теперь поживем да ну хорошо хорошо для того чтобы вы так сказать были трезво смотрели на эти вещи вот вам маленький совершенно экспериментик вот вас на один день не у меня зачем день час на один час каким-нибудь изуверам садистам в любой момент вы сможете прекратить они будут когда начнут издеваться ну например бормашину в зуб например правда это сладостное состояние такое так и тут вам скажут ну как вам же мы дадим вам триллион если вынести этот час пока мы вам будем бурить там одно за другим через мгновение завопит у меня все забейте что есть только прекратите эти пытки это глупый только человек может сказать о муки будут невечными ура сядем теперь на кол и будем крутиться — Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, я по поводу Салтыри хочу спросить. Вот есть перевод юнгера в 1915-й год на русский язык именно. Вот для начинающего человека читать ему трудно, допустим, церковно-славянский язык читать. И есть литературный перевод уже с текста церковно-славянского на русский язык. Вот какой более вы бы порекомендовали? Ну, это надо, конечно, смотреть, потому что так просто, наобум Лазаря, я боюсь сказать. Но скажу вам только другое, что тот, кто действительно хочет понимать, что происходит в церкви, то тут же Псалтири. Возьмите, ну, положите славянское и русский перевод. Ну, время от времени почитайте параллельно. И тогда будет понятно, что такое по-славянски читают. То же самое Евангелие. Ну, почему бы не взять славянский и русский текст? То же самое апостолы. Почему? Лень, матушка наша. И всё. Взять вот параллельно, прям, возьмите по главе. По главе, по одной главе. Хотя бы в день, ну, в неделю. Веселье, вы можете спросить, каково ваше отношение к преподаванию истории религии в школе? С четвёртого класса в этом году будет преподавание истории религии. История религии? Да, именно религии. С христианства, будильника и так далее. Именно с четвёртого класса. Нет, ну, вы знаете, ну, как можно иметь отношение к этому, не зная, не зная, кто будет преподавать и как будет преподавать? Вы знаете, ту же самую историю? Ой, как можно преподать? Вот возмущались же, сколько нашу историю уже российскую переделывали. Наши герои Великой Отечественной войны с грязью смешивали. Наши, я не знаю, цвет, самый цвет поэзии, литературы, искусства, опоганивали сколько. Поэтому зависит от того, кто будет преподавать и как будет преподавать. Вот в чём дело. А в принципе, конечно, очень хорошо для того, чтобы человек приобрёл сам мировоззрение, разумно, разумно приобрёл. Он должен знать, чтобы сравнивать. Ведь нельзя же быть православным только потому, что я родился в православной среде. А когда он спросил, почему православный? О, Осипов так не ответил же, да? Да. Почему православный? И человек не знает, что. Вот нельзя же только потому, что родился. Поэтому история религия в принципе, как говорят, нужна. Но можно так преподать, что да избавит Бог. Скажите, пожалуйста, а Божий промысел и Божьей воли – это одно понятие или единомерное? Вы знаете, всё зависит от контекста. Иногда это употребляется как синонимические понятия. Иногда. Иногда их различают. Например, Божий промысел рассматривают как то присутствие Бога во всех событиях нашей человеческой жизни, с которыми мы соприкасаемся, во всех событиях. Как волю Божию подчас рассматривают. Это те деяния человека, которые он совершает действительно по заповедям. Но я говорю это по-всякому. Но иногда это одно и то же, говорят. Вот воля Божия такова, вот и случилось то-то. Понимаете? Всё зависит от контекста. Поэтому невозможно вот так просто ответить. Это одно и то же. Иногда это одно и то же. Довольно очень часто. Иногда это совсем разные вещи. Мы не можем сказать, что Бог участвует во зле. Правда же. Мы говорим тогда о попущении Божие, чтобы различить те деяния человека, которые совершаются по его заповедям, так от тех деяний, которые являются греховными. И вот мы говорим, что Господь попускает подчас человеку, то есть отходит, и он творит свою волю. То есть совершает преступление. Мы говорим попущение Божие. А есть воля Божия. Видите, это нужно каждый раз рассматривать отдельно. Вот так. Но мы одно отрицаем только, отвергаем. Это какое-то предопределение, что будто вот что Бог предопределил, то и будет. Нет. Бог дал нам свободу. И в зависимости от нашего отношения, отношения меняется, наше внутреннее отношение, меняется наша внешняя жизнь. Помните историю с Ниневией? Пророк Иона начал проповедовать. Ему Бог сам сказал, три дня и Ниневия будет уничтожена. И пророк Иона начал проповедовать. В славянской Библии там написано именно так. Три дня в русской, по-моему, даже и нет этого. Так вот. И покаялись. И кара не последовала. Видите, как? Продолжение следует...